Сафари Эккельс судорожно глотнул Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку Когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой Вы гарантируете, что я вернусь из Сафари живым? Мы ничего не гарантируем, ответил служащий, кроме динозавров Он повернулся Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое Он скажет вам где и когда стрелять Если скажет не стрелять, значит не стрелять Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф, еще 10 тысяч Кроме того, ждите неприятности от правительства В дальнем конце огромного помещения конторы Эккельс видел нечто причудливое и неопределенное Извивающееся и гудящее Переплетение проводов и стальных кожухов Переливающийся яркий ореол То оранжевый, то серебристый, то голубой Гул был такой, словно само время Горело на могучем костре Словно все годы, все даты летописей Все дни свалили в одну кучу И подожгли Черт возьми Выдохнул Эккельс На его худом лице мелькали блики света от машины Настоящая машина времени Он покачал головой Подумать только Закончить выборы вчера иначе Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством Слава богу, что победил Кейт В Соединенных Штатах будет хороший президент Вот именно Отозвался человек за конторкой Нам повезло Если бы выбрали дочера, не именовать нам жесточайшей диктатуры Этот тип против всего на свете Против мира, против веры, против человечности, против разума Люди звонили нам и справлялись Шутя, конечно, а впрочем Дескать, если дочер будет президентом Нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело Побеги устраивать Мы организуем сафари Так или иначе, Кейт президент И у вас теперь одна забота Убить моего динозавра Закончил фразу Эккельс Громогласный ящик Отводительнейшее чудовище в истории планеты Подпишите вот это Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем У этих динозавров Зверский аппетит Эккельс вспыхнул от возмущения Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких Что при первом же выстреле ударяются в панику В том году погибло шесть руководителей И дюжина охотников Мы предоставляем вам случай испытать Самое чертовское приключение О каком может только мечтать Настоящий охотник Путешествие на 60 миллионов лет назад И величайшая добыча всех времен Ни пуха ни пера Сказал человек за конторкой Мистер Трэвис Займитесь клиентом Неся ружья в руках Они молча прошли через комнату К машине К серебристому металлу И ракочущему свету Сперва день Затем ночь Опять день Опять ночь Потом день Ночь День Ночь День Неделя Месяц Год Десятилетие Две тысячи пятьдесят пятый год Две тысячи девятнадцатый Тысяча девятьсот девяносто девятый Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой Мимо Машина ревела Они надели кислородные шлемы Проверили наушники Экель скачался на мягком сидении Бледные Зубы стиснуты Он ощутил судорожную дрожь в руках Посмотрел вниз И увидел, как его пальцы сжали новое ружье В машине было еще четверо Трэвис, руководитель сафари Его помощник Лесперанс И два охотника Биллингс и Кремер Они сидели, глядя друг на друга А мимо Точно вспышки молнии Проносились годы Время было словно кинолента Пущенная обратным ходом Солнце летели вспять За ними мчались десятки миллионов лун Машина замедлила ход Вой сменился ровным гулом Машина остановилась Они были в древности Глубокой-глубокой древности Христос еще не родился Сказал Трэвис Сказал Трэвис Моисей не ходил еще на гору Беседовать с богом Пирамиды лежат в земле Камни для них еще не обтесаны Не сложены Помните об этом Александр, Цезарь, Наполеон Никого из них нет Они кивнули Вот Мистер Трэвис указал пальцем Вот джунгли За шестьдесят миллионов Две тысячи пятьдесят пять лет До президента Кейта Он показал им металлическую тропу Которая через распаренное болото Уходила в зеленые заросли Избиваясь между огромными Пампортниками и пальмами А это Объяснил им тропа Проложенная здесь для охотников компании Она Парит над землей на высоте шести дюймов Не задевает ни одного дерева Ни одного цветка Ни одной травинки Сделано из антигравитационного металла Ее назначение Изолировать вас От этого мира прошлого Чтобы вы ничего не коснулись Держитесь тропы Не сходите с нее Повторяю Не сходите с нее Ни при каких обстоятельствах Если свалите с нее штраф Мы не хотим изменять будущее Здесь в прошлом Мы не званые гости Правительство не одобряет наши экскурсии Приходится платить немалые взятки Чтобы нас не решили концессии Машина времени Дело щекотливое Сами того не знаем Мы можем убить какое-нибудь важное животное Печугу, жука Раздавить цветок И уничтожить важное звено В развитии вида Допустим мы случайно убили здесь мышь Это значит что всех будущих Потомков этой мыши уже не будет Верно? Не будет потомков от потомков От всех ее потомков Значит неосторожно ступив ногой Вы уничтожаете не одну И не десяток И не тысячу А миллион Миллиард Мышей Не хватит десяти мышей Умрет одна лиса Десятью лисами меньше Подохнет от голода лев Одним львом меньше Погибнут всевозможные Насекомые и стервятники Сгинет Неисчислимое множество форм жизни И пещерный человек умирает от голода Держитесь с тропы Никогда не сходите с нее Нельзя предсказать К чему приведет гибель Того или иного растения Малейшее отклонение Сейчас неизмеримо возрастет Через шестьдесят миллионов лет Пора было выходить Из машины Воздух наполняли звуки Словно музыка Словно паруса Бились в воздухе Это летели Будто исполинские Летучие мыши Из кошмара Из бреда Махая огромными Как пещерный ствол Старыми крыльями Птеродактили Эккельс стоя на узкой тропе Шутя прицелился Эй бросьте Скомандовал Тревис Даже в шутку не цельтесь Черт бы вас побрал Вдруг выстрелит Эккельс покраснел Где же наш Громогласный ящер? Респеренс Взглянул на свои часы На подходе Мы встретимся Ровно через шестьдесят секунд И ради бога Не продевайте красное пятно Пока не скажем Не стрелять И не сходите с тропы Не сходите с тропы Они шли навстречу Утреннему ветерку Приготовиться Скомандовал Тревис Первый выстрел Ваш Эккельс Биллингс Второй номер За ним Крэмер Я охотился на тигров Кабанов Буйволов Слонов Но Видит бог Это совсем другое дело Произнес Эккельс Я дрожу как мальчишка Тихо Сказал Тревис Все остановились Тревис поднял руку Впереди Прошептал он В тумане Там Встречайте Его королевское величество Тишина Раскат грома Из углы Ягод встал Впереди Появился громогласный ящик Силы небесные Пролепетал Эккельс Оно шло На огромных Воснащихся пужиночках В мягко ступающих ногах Оно На тридцать футов Возвышалось над лес Великий бог Зла Губы Эккельс Дрожан Да оно Если вытянется Луну Достать может — Тссс! — сердито зашипел Трэвис. — Он еще не заметил нас. — Его нельзя убить. Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! — Молчать! — ряпкнул Трэвис. — Кошмар! Кругом! — скомандовал Трэвис. — Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. — Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Трэвис. Одним словом просчитался. — Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди. Кромогласный ящер выкрылся. — Помогите мне уйти, — сказал Трэвис. Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сапари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам. — Не бегите, — сказал Лесфорас. Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине. Да. Не в ту сторону. Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись сверху и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Эккельс слепо шагнул к краю тропы. Сошел с нее и сам того не сознавая направился в джунгль. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноко. Снова затыщали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилий дернулся точно кончик бича и деревья взорвались облаками листьев и ветв. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящик. Рыча он цеплялся за деревья и валил их. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Тревис и Лесперан стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Эккельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр, которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперан спорядил на часы минуту в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Фотография трофея вам нужна? Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины дрожа сидел Эккельс. Простите меня, сказал он. Встаньте! Рявкнул Трэвис. Эккельс встал. Ступайте на тропу, скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь. Трэвис встряхнул его руку. Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки. Гляди, он соскочил с тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел. Идиот, чертов. Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить консессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся. Он набрал на подошву немного грязи, только и всего. Откуда мы можем знать? Крикнул Трэвис. Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шаг марш, Экерс. Экерс полез в карман. Я започу сколько угодно. Сто тысяч долларов. Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам. Это несправедливо. Зверь мертв, ублюдок чертов. Пули. Пули не должны оставаться здесь в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их. Джунгли опять побудились жизнью и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед по ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Напрасно ты его заставил это делать. Напрасно. Об этом рано судить. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь включай. Двигаемся домой. 1492 1776 1812 Они умыли лицо и руки. Они сняли за скорузлой от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экрис пришел в себя, но сидел молча. Древес добрых десять минут в упор смотрел на него. Не глядите на меня, вырвалось у Экриса. Я ничего не сделал. Кто знает. Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глины. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял? Это не исключено. Предупреждаю вас, Экрис. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено. Я не виноват. Я ничего не сделал. 1999 2000 2055 Машина остановилась. Выходите, скомандовал Тревес. Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет. Не совсем тот же человек и конторка. Не та же. Тревес быстро обвел помещение взглядом. Все в порядке, буркнул он? Конечно, с благополучным возвращением. Окей, Экрис, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза. Ну, поторопил его Тревес. Что вы там такое увидели? Экрис медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что, видишь, слабый голос подсознания, говорил Экрис о перемене. Всеми порами тело он улавливал нечто странное, чужеродное. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество Софари во времени он стал лихорадочно сквести грязь на башмаках. Его дрожащая рука поняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости, из-за бабочки, мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил, кто, кто вчера победил на выборах. Человек за конторкой хихикнул, шутите, будто не знаете, дойче, разумеется, кто же еще. Уж нет этой хлюпик, Кейт, теперь у власти железный человек. Служащий опешил, что это с вами? Экельс застонал, он упал на колени, дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть? он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул гром.